МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите мне, пожалуйста, вот скажите мне, сейчас, глядя в глаза, вы обращались к местным властям с просьбой создать коммунальное предприятие, забрать животных с территории школ. Был официальный запрос от вашей официальной организации. Был? Ну, в глаза мне скажи, был? Стосовно чего? Не было. Вот, все, ответ получен. А почему? Ну, это же, наверное, первое, что стоит сделать человеку, который обеспокоен происходящим на улице. Я одна на весь рпень повинна це робити. Это должен делать тот, кого это обеспокоит. Вас, судя по всему, это обеспокоит. Вы бы могли это сделать. Я объясню, почему она не поступила. Потому что удовольствие от хора, или как там, вот эта вот осапись, от симфонии она не получит. Они останутся живы. Нещодавно в Рпене бачила сама картину, как подвезли собак на автостанцию, клепсованных, и выкинули. Это называется программа ОСВ. Просто чудово. Собаки были голодные. Подождите, а скажите мне, вот, Станислав, в чем идея возвращать собак на улицу? Есть два варианта работы коммунальных служб. Первое. Это отлов, стерилизация и выпуск. Собак, которые не предоставляют угрозу населению. Это решение принимает ветеринар. Вторая функция коммунальных служб, это если собака ведет себя агрессивно или неадекватно, она тогда везется в коммунальный, муниципальный приют. Там ее волонтеры, спасибо вам большое, социализируют и выпускают потом обратно. Вот вы их изловили, чипировали, стерилизовали, пускай живут у вас там в интернате для собак. Дело в том, что именно собак выпускают в то же самое место обитание. Зачем? Это совместная работа с Европейским Союзом, непосредственно, немецким фондом, который помогает для того, чтобы животные не зажались, их не мучили такие живодеры. Я не сторонник живодерской позиции, но это очень странная идея. Взять собаку, кастрировать ее и вернуть ее назад, чтобы она там с голоду вздыхала. Более гуманно содержать ее в специализированном учреждении. Согласен, согласен. Но это юридическая процедура. Скажите, Елена, вот я слышал, что собаки, которые стерилизованы, у них с агрессией как-то не складывается. Это правда? 90% собак, которые стерилизованы и не были агрессивными. Мне почему-то кажется, что у них генетически заложено охранять свою территорию. На самом деле, генетически у собак не заложено охранять территорию, особенно у бездомных. Вот сбиваясь в стаи, собаки могут выявлять какую-либо агрессию. Но в большинстве случаев это агрессия от страха, не от охраны территории. Вот у меня есть собака, которая регулярно бегает, когда кто-то на велосипеде едет. В данном случае, я могу сказать, это не агрессия, она бегает за теми, кто на велосипеде... Она бегает с намерением укусить. Одно радует, а она маленькая. Неправда. Она бегает не с намерением укусить, а с намерением догнать движущийся предмет, потому что именно движущийся предмет... А чего она тогда зубами за колесо? Остановить? А-а-а! Нет. И, кстати, ту, которая вас так беспокоила в вашем комментарии по улице Тургеневская, величезный Собатюра, спасибо Богу, откачали. Вот сейчас мы находимся в клинике, куда зачастую попадают животные, которых мы забираем с улицы. Как раз лежит барбос, в городе Ирпень, и это как раз та собачка, которая удалось выжить после отравления. К сожалению, состояние сейчас тяжелое, потому что есть нарушение функции задних ножек, но мы все-таки боремся, мы верим, что у нас получится поставить его на ножки. Виня – это маленькое чудо, тоже у нас травмирована лавка. У Вини вообще грустная история. Он с мамой жил на территории предприятия, я забрала его за неделю до того, как отравили его маму. Насколько я знаю, что Ирина боится иногда отвозить собак в приют, потому что знает, что там их тоже могут отравить. Это правда? Ну, человек-живодер-эдукхантер, да, прямо открыто рассказывает за то, как может сгореть нечаянно приют. Это уважаемый друг и товарищ Светогор, этой дамы. Он издевается над нами, над зоозащитниками. Обещает убить и расчленить наших волонтеров. Это что за история? Многие люди меня знают как зоозащитницу, я активистка. Началась просто травля моя. Я обрезала волосы, у меня были длинные черные волосы. Я начала носить очки. Я изменила внешность. Выехала с квартиры, где проживаю. Почему? Что произошло? Мне еще разстрелить ноги дробью. За мной идет слежка, фотографии вместе с сыном выкладываются на докхантерских сайтах. Я бы хотел, чтобы сейчас в этой студии появился человек, к которому были выдвинуты все эти обвинения. А вы, Ирина, им очень восхищаетесь. Так. Главный живодер страны Алексей Светогор. Добрый день. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Ну, у вас очень специфическая репутация. Как вы относитесь к собакам? Хорошо. А скажите, вот вас обвиняют в том, что вы их травите? Видите ли, технически собаку отравить невозможно. По одной простой причине. Собака – это домашнее животное, которое привязано. Рядом находится хозяин. Я не могу ее отравить. Просто люди иногда путают существ, которые когда-то были собаками и очень на них похожи. Примерно так же, как шоколад на экскременции. Давайте не... Итак, вы видите бездомную собаку. Ваши действия? Мои действия? Начать хотелось бы с того, как вы определяете, она бездомная или нет. Ну, понимаете, каждый здоровый человек, он в состоянии отличить собаку от не собаки. Вы спросили, ответил. Ну, давайте будем уже. Я отвечаю, как могу. Ну, хорошо. Не стреляйте в пианиста, он играет так, как умеет. Хорошо? Использование словосочетания «каждый здоровый человек» является манипулятивным. Я разговариваю с вами и хочу услышать вашу личную точку зрения. Вы способны говорить от своего имени? Да. Отлично. Я могу отличить дикую бездомную собаку от потерявшейся домашней. И когда вы ее видите, вы что делаете? Когда я ее вижу, если у меня при себе есть, я ее кормлю ливерной колбасой, в которой находится лекарственный препарат. Почему вы принимаете решение убить животное? На каком основании? Здесь в студии много юристов и словосочетание «убить». Хорошо, я переформулирую. Пожалуйста. На каком основании вы принимаете решение дать собаке препарат, от которого она гарантированно умрет? Для того, чтобы предотвратить опасность. Сбивание милых, добрых, хороших, пушистых животных в стае которые иногда грозут людей. Если вдруг мне ваша внешность покажется хулиганской и во избежание того, чтобы вы не организовали ОПГ, я приму превентивные меры, вы к этому нормально отнесетесь? Нет, я к этому не нормально отнесусь, потому что я вообще не понимаю, как вы себе можете позволить сравнивать людей и собак. Какому количеству собак вы дали препарат? Я не помню. Не один десяток, скажем так. Не один десяток. Не помню. Ну, во-первых, вы лукавите. Я вам скажу больше, я даже видел интервью, вы говорили, что вы убили больше тысячи. Я не помню, ну, это существенно. А чего, кому-то сказали, а нам нет? Или там бравировать было нужно? Понимаете, послушайте. Давайте перейдем от животных к людям. У нас в студии есть зоозащитник, Юлия. Она была вынуждена сменить место жительства, внешность, потому что переживает за собственную жизнь и жизнь своего сына. По ее словам, вы ей угрожаете. И мне. У меня есть гад. И вот, еще есть люди. Абсолютно ложь и профанация. Если кто-то вам угрожает, пожалуйста, есть милиция, обращайтесь, доказывайте записи и все остальное. У меня есть принскрин вашей переписки. Алексей Святогор пишет, а на хаменку эту мы управу найдем. Не переживайте. Ответит дура за все. Что здесь еще написано? Надо было из дробовика по ногам шмальнуть. В тот момент, когда я кормлю бездомных животных либо помогаю приютам. Чтобы не дошла, наверное. Это же вы писали. Очень похоже на мой аккаунт. Очень похоже, да. Именно через этот аккаунт с вами списывались и назначали интервью. Наши журналисты. Соответственно, если вы через этот аккаунт им ответили и пришли на встречу, значит, в милицию обращайтесь здесь. Или в полицию. Алексей, я хотел вас спросить, а вы адвокат, насколько я понимаю? Да. А вы уголовный адвокат или гражданский? Я хозяйственник. Вы с ранее осужденными имели дело когда-нибудь? Конечно. Вам такие понятия, как понтить, известны? Да. Вы сейчас понтите. и я могу вас уверить в том, у меня абсолютно, стопроцентно достоверные данные, что эту программу смотрят те люди, для которых это важно. И если вас не в силах наказать по закону, то я вас уверяю, что люди, которые смотрят нашу программу, они могут захотеть наказать вас за это. Вы осознаете? Вы в этой студии безусловно можете вести себя как 12-летний парень, который считает, что ему нужно показывать какую-то крутость. Мне лично на это плевать. Я просто как адвокат, к огромному сожалению, на данный момент являюсь вашим коллегой, хотя я думаю, что адвокатская коллегия, не знаю, киевская или областная, стоит пересмотреть, потому что навряд ли вы подходите с этических соображений. Но тем не менее. Я понял, в камере меня поймают и все остальное. Я понял. В камере туда еще надо добраться через следственный изолятор. Вот адвокаты пошли, а? Месяц назад ломились ко мне в дверь. Человек 40 молодых убертатных самцов и поднялись на подъезд. 3 марта трое. Подготовились. Да. 3 марта. Подождите, подождите. А вы с кем сейчас разговариваете, Ир? Ну просто интересно, когда мы общаемся, вы чего вдруг решили блеснуть? 3 марта на меня во дворе дома трое молодых же таких прыщавых юнцов бросились с битами, потом стреляли с травматического пистолета. Три дня назад меня сожгли автомобиль. Ну так я же молчу по этому поводу. Дима, прости, пожалуйста, а я скажу больше, я прочел это феерическое обращение вот после того, как этому человеку сожгли автомобиль, значит, он написал «Собираю на новые дозы божьи». Дозы лечения собак? Да. А заодно если останется еще своего автомобиля. Вы такой невероятно бездарно популярный, потому что такого количества негатива. Послушайте, не дай бог, не дай бог, чтобы у меня такая была популярность. Мне же просто еще своим родителям в глаза как-то надо смотреть. Так, а смотрите, скажите мне, Алексей, у вас дети есть? Нет. Нет детей? Нет. Ага. Почему? А сколько вам лет? Ну вот куда я знаю? 40. А хотите? Кого? Детей. Ну я что, педофил, что ли? Завести? Да, а так нет. Интересная мысль как-то вы увидели в моем вопросе. Ну ладно. Пофантазируйте. А вы чего сейчас так дерзко себе ведете? Ну как дерзко? Ну вы же начали тут почему-то переходить на личности. Мы обсуждаем вопрос бездомных Мы обсуждаем вашу личность. Я думал, мы будем обсуждать самое святое, что в этой жизни осталась собака. Мы обсуждаем такую плохую личность, как меня. Мы обсуждаем хи***ю личность. Вот вы сейчас, когда здесь сидите, вы человек без мнения и позиции. Вот то, что я вижу в соцсетях, там жесткость. Ну прям мачо. А здесь, в общем-то, ни рыбы, ни мясо. В отличие от вас Ира была посмелее. Она хотя бы позволяла себе ну хоть как-то общаться, что ли, какую-то мысль. А вы же, мы сейчас слышим какое-то бесформенное... Терпите и смиритесь. Послушайте, как вы с таким абсолютно отсутствующим словарным запасом, а уж тем более пониманием вопроса, можете заниматься адвокатской практикой? То, что происходит на диване, ваш тандем, он для меня просто любопытнейший. Это классический учебник по психиатрии. Я вам серьезно говорю, как прониклась эмоциями Ирина в тот момент, когда вышли вы. Женщина, которая до этого не эмоционировала в принципе ни о чем. Ни о детях, ни о взрослых, ни о собаках, ни о деньгах, ни о чем. В тот момент, когда вы слышите агрессивные нападки на вас, вы расплываетесь в абсолютно трусливой, не побоюсь этого слова, улыбке, которая выдает в вас ваш собственный страх. Вот эта бравада, она для девочек, для Иры, которая сидит рядом. Хотя ей 36, но ей 12. И она на вас так смотрит, но обратите на нее внимание, ну хоть разок. Я бы хотел вам напомнить о случае Алексея Ведула. Это единственный человек у нас в стране, живодер, который был осужден за свою деятельность. После того, как он вышел, у меня есть информация, что не очень хорошо его приняли на воле. А поэтому ему пришлось поменять свой взгляд на вещи, и сейчас этот человек, который, ну, никоим образом не вспоминает о своей нелюбви к собакам. Вот что говорят от его соседей. Вы знаете, его практически не видно, и он, мне кажется, прожогом проскакивает. Прожогом. То есть, он спешит так, ни с кем не встречаться, не спелкиваться, ничего. Это ярчайший пример того, что если бы 5-6 живодеров привлекли как в ведулу, я думаю, что количество таких последователей Святогора было бы намного меньше. Я вам обещаю, что сделаем максимум для того, чтобы, как мы в Голосеевском кияницу передали суд, вы точно так пойдете под суд. Я вам обещаю, что я буду первых, кто будет вас рвать. Мое мнение, как человека, который сейчас все это наблюдает, честно скажу, те ситуации, которые у вас происходят в личной жизни с машинами и так далее, я вас уверяю, что мое мнение, оно как предсказатель. Вы в ближайшее время обратитесь с проблемами в полицию, потому что у вас будут то телесные повреждения, то еще какие-то... Вы сами выбираете этот путь. Вы сами выбираете. Вы сами кличите проблему на свою голову. Знаете, вот мне очень неприятно то, что вы делаете. Я очень надеюсь на то, что вы попадете. Вам буду признателен, если вы действительно сдержите свое слово и в случае, если закон был нарушен, тот, кто в этом виноват, понес наказание. Проект «Один за всех» призывает к гуманным и цивилизованным способам контроля численности бездомных собак. Если вы знаете места пребывания таких стай, свяжитесь с волонтерами или коммунальными службами. Телефоны этих организаций в своем городе вы можете найти на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова